всем доброго времени суток мы с вами начинаем марафон по избавлению от денежных блоков я анна карпека коуч по денежному мышлению создатель школы по финансовому коучингу и мышлению богатства и я очень рада начать с вами этот путь и пройти его до конца и как вы знаете это необычный марафон мы будем с вами встречаться столько раз сколько необходимо до тех пор пока не простучим все денежные блоки которые у вас есть поэтому сейчас я не могу сказать точно сколько дней продлится наш марафон но я уверена что каждый урок будет вам очень полезен и с каждым разом вы будете чувствовать все больше легкости все больше внутренней свободы расслабленности раскрепощенности креативности как по обычный эффект могут улучшиться какие-то отношения в вашей жизни может быть кто-то избавиться от лишнего веса либо начнут происходить какие-то другие замечательные события чудеса поэтому наблюдайте что будет происходить в вашей жизни отслеживайте любые позитивные изменения в отношении денег может быть увеличение оплаты какие-то неожиданные подарки какие-то новые финансовые возможности которые будут приходить к вам все это замечаете фокусируйтесь на этом с благодарностью и делитесь с нами потом в комментариях нашем чате о том что с вами происходит и сегодня для разминки я хочу предложить вам простукивание которое будет немного более общее мы будем работать с чувством денежного стресса вообще что такое денежные блоки если в двух словах чтобы мы с вами говорили скажем так на одном языке можно представить что в нашу жизнь бесконечно пытается войти огромный огромный поток изобилия денег возможностей богатства материальных вещей и вопрос в том какую часть этого потока мы принимаем а какую часть мы скажем так отталкиваем от себя это то что называется словами наша внутренняя финансовая или энергетическая емкость у каждого из нас она разного размера но к сожалению очень часто у людей она очень маленькая как раз таки можно сказать что мы сами блокируем вот этот поток изобилия мы мешаем ему входить в нашу жизнь бесконечно много все это происходит как раз таки потому что мы испытываем так называемый денежный стресс самого детства мы слышали что говорили делали наши родители по поводу денег и потом на протяжении всей своей жизни мы так или иначе встречались с какими-то негативными эмоциями в отношении денег мы формировали какие-то ограничивающие убеждения по поводу денег мы развивали какие-то нездоровые привычки в отношении денег и вот это все сейчас сидит внутри нас можно сказать что это все застряло в нашей нервной в нашей энергетической системе то есть мы постоянно встречаясь с темой денег начинаем заново испытывать все эти эмоции поднимаются все эти ограничения наши внутренние все эти программы все эти слова которые говорили мама с папой и вот так мы испытываем денежный стресс например мы идем в магазин и тратим деньги на кассе когда мы видим какая сумма получилась мы немножко вздрагиваем и задумываемся а если у меня столько денег в кошельке вот уже пожалуйста небольшой стресс может быть каждый раз когда нужно озвучить стоимость своих услуг новому клиенту вдруг в голове мы слышим голос нашей мамы да из тебя ничего толкового не вырастет ты вообще никудышная бестолковая и ничего хорошего тебе не светит что-то о себе возомнила и как только мы слышим этот голос у нас внутри все сжимается мы напрягаемся и вот опять же до денежный стресс и мы не можем назвать адекватную стоимость за свои услуги может быть мы остаемся на работе где платят мало денег и боимся ее поменять боимся пойти искать что-то новое мы начинаем придумывать отговорки о том что времена сейчас не лучше и сейчас экономическая ситуация не подходящая и вообще мне нужна стабильность чтобы платить кредиты и так далее я не могу сейчас позволить себе искать другую работу и мы продолжаем терпеть низкую зарплату месяц за месяцом либо еще частые ситуации когда мы не делаем накопления мы как будто не можем находиться рядом с деньгами как будто это страшно или небезопасно для нас по какой-то причине и опять же это могут быть какие-то истории из нашего детства связанные с нашими родителями или с более далекими предками когда деньги как будто руки жгут как будто действительно находиться рядом с большой суммой денег для нас небезопасно и опять же мы испытываем денежный стресс наша нервная система закрывается отталкивает деньги от себя мы не хотим иметь ничего общего с большими деньгами и таким образом мы снова блокируем вот этот входящий поток изобилия в нашу жизнь и не позволяем себе иметь больше денег это если очень вкратце я вам попыталась объяснить эту концепцию потом буду ее постепенно раскрывать в наших следующих уроках сегодня я вам предлагаю просто простучать в целом ощущение вот этого денежного стресса это любые страхи по поводу денег это любые переживания о том что денег не будет то есть это чувство дефицита денежного это любое чувство что я не способен не могу не умею зарабатывать это любое ощущение о том вообще сколько я достоин денег имеет сколько денег я могу получать за свой труд из-за своей умение навыки чего я стою насколько я ценный и так далее так далее по сейчас начинает подыматься все что подымается внутри и вообще в принципе за время всего марафона мы с вами будем развивать такую важную вещь как осознанность конечно никто не хочет целыми днями сидеть и испытывать чувство стресса и наш разум очень здорово научился избегать всех этих негативных эмоций поэтому каждый раз когда мы соприкасаемся с денежными затруднениями или страхами в этот момент мы пытаемся сделать что-то чтобы этого не чувствовать чтобы этого не замечать например вы знаете что вам надо сейчас пойти написать какой-то продающий пост рассказать о своих услугах клиентам и в этот момент вдруг воспоминайте что вам срочно надо помыть посуду или вдруг вам нужно срочно сходить в магазин или вдруг срочно ребенок звонит вам со школы и у нее там какие-то неприятности то есть что-то вдруг якобы происходит и ну вот вам некогда писать этот пост то есть вы избегаете этой ситуации в которой вы могли бы испытать денежный стресс и такие ситуации происходят у нас каждый день постоянно начните больше замечать их начните проявлять больше осознанности начните просто интересоваться а какие чувства эмоции в отношении денег я не хотела бы чувствовать какие чувства эмоции в отношении денег я избегаю где в какие денежные ситуации я не хочу попадать и опять же избегая этих ситуаций любыми способами может быть я никогда не покупаю себе дорогие вещи чтобы не испытать страха того что деньги закончатся поэтому я всегда покупаю что-то скромное дешевое может быть не совсем то что хотелось но таким образом я избегаю страха остаться без денег может быть наоборот как только деньги попали мне в руки я иду и сразу их трачу потому что находиться рядом с деньгами быть рядом с деньгами для меня слишком большое напряжение и стресс поэтому мне легче от них как можно быстрее избавиться когда я без денег я чувствую себя спокойно и безопасно это кажется нелогичным и нерациональным но так устроена наше подсознание так устроена наша нервная система наш организм всегда старается избежать стресса избежать стрессовых ситуаций любых источников стресса и если деньги для нас являются стрессом то конечно мы пытаемся избегать денег и всех денежных ситуаций и конечно тогда мы не хотим прикладывать усилий мы не хотим ставить денежные цели мы не хотим вести учет денег иногда люди даже не знают сколько денег реально есть у них кошельке или на карточке мы избегаем ситуации когда мы можем вдруг резко разбогатеть мы не предпринимаем действий которые позволяют нам больше зарабатывать больше накапливать мы может быть избегаем узнавать информацию про деньги мы не читаем книги про деньги мы не интересуемся историями успеха богатых людей мы вообще может быть не хотим общаться с богатыми людьми то есть опять же как я сказала давайте развивать осознанность и наблюдать что вообще происходит у меня в жизни в отношении денег богатства финансов вообще вот всей вот этой сферы где на что я не хочу смотреть где какие эмоции я не хочу испытывать какие мысли я не хочу думать в какие ситуации я не хочу попадать и все это постепенно будет у нас конечно же подыматься во время марафона мы будем все это простукивать поэтому сейчас приготовьтесь мы с вами начинаем простукивать денежный стресс но поскольку каждый из вас это уникальная личность со своей уникальной ситуацией вы можете конечно же менять некоторые слова в простукивании вы можете заменять своими словами вы можете подставлять свои ситуации свои чувства чтобы текст простукивания максимально был для вас адаптирован и дал вам максимум пользы и так если вы готовы постучать переходите ко второму видео